Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Ну, наступает у нас август, уже середина, поэтому у нас наросли овощи. Посмотрите, какое изобилие. Это у меня черри различные, свёкла, я начистила, лучок, морковь и красный перец. Что же мы будем сегодня готовить? А готовить мы будем борщевую заправку. Знаете, как с ней легко зимой? Не надо это всё пережаривать, готовить. Открыв баночку, заправил и супчик готов. Борщ готов, отменный. Мы знаем, что помидоры у нас при тепловой обработке приобретают полезные свойства. В общем, будем готовить. Всё намыто, почищено. И теперь будем мы взвешивать, сколько нам нужно чего. Я делаю сразу двойную порцию. Если вам этого много, сделайте половину. Я беру по килограмму овощей, болгарского перца, лука, моркови и свёклы. Это всё будет у меня по одному килограмму. Помидоры я беру 6 килограмм. Что будем делать и как будем крошить и последовательность закладки при варке? Потому что овощи у нас варятся все различное время. Так что давайте приступим. Помидоры взвешены, ровно 6 килограмм, подготовлены, разрезаны. Теперь мы эти помидоры должны прокрутить на мясорубке. Я буду этим заниматься. Помидоры прокручены. Ставим на огонь. И после того, как они закипят, будут вариться 20 минут. А мы в это время будем нарезать овощи. Следующие по порядку. Не забывайте помешивать, чтобы не пригорело. Помидоры у нас варятся в это время. Мы должны взвешивать килограмм моркови. Сейчас мы это взвешиваем. Кило 30 грамм. Пойдет. Вот это морковь. Килограмм взвешили. Теперь нужно свеклы килограмм. Значит будет у нас 2 килограмма здесь. Все хорошо. 2,034. Так и есть. Сейчас мы это должны перетереть на терке вот на этой стороне. Трем. Можно в одну чашу тереть и свеклу, и морковь. Томат у нас уже варится 20 минут. Посмотрите, как он хорошо кипит. И уже даже он убавился в объеме. И сейчас мы сюда закладываем протертые на терке свекла и морковь. Хорошо все это размешаем. И это у нас будет вариться после закипания 15 минут. Так что, друзья мои, хорошо размешиваем. Закипит и варим 15 минут. А за это время мы будем готовить следующие овощи. Овощи у нас варятся. За это время мы должны болгарского перца килограмм взвесить. Сейчас мы это сделаем. Сколько я его начистила? Угадала, не угадала? По-моему, угадала. Вот что значит уже наметан глаз. Чистила, не взвешивая. Получилось килограмм 18 грамм. Так, сейчас лука тоже мы сюда килограмм отправляем. Тоже килограмм лука. Сейчас посмотрим, что с луком делается. И тоже чистила. Вот только лишнее. Но я его сюда положу. Все. Эти овощи мы будем резать. Готовить. Пока у нас проходит 15 минут после закипания свеклы с морковью в томате, будем резать лук. Сначала я нарежу перец, потому что от лука я могу плакать. Режем его вот на такие вот полосочки. А потом помельче. Потому что, ну, кто любит, чтобы он был крупный, пусть оставит крупным. Я вот такими нарезаю полосками. Перец нарезан. А сейчас будем резать лук. Тоже так же я его буду нарезать кубиком мелким. Если вам нравится полукольцами, пожалуйста, можете полукольцами. Он тоже сварится, сготовится. Все там будет прекрасно. Как любите, так и нарежьте. Смотрите, если так, получается тоже очень хорошо. Я вам еще, друзья, не сказала, что баночки я уже простерилизовала в духовке. При 200 градусов они у меня стояли 15 минут. И когда простерилизуете, сразу духовку не открывайте, потому что ваши банки лопнут. Пусть они там в духовочке и остывают. А крышки будем стерилизовать в воде. Я их еще не стерилизовала. Но когда я закладу уже лук с перцем, я уже буду готовиться к тому, что скоро мне придется раскладывать по баночкам. И крышечки я сразу прокипячу 10 минут в воде. Нарезаем лук. Так, у нас прокипело уже свекла с морковью и с томатом. Теперь мы добавляем лук и болгарский перец. И после закипания у нас еще будет кипеть 15 минут. Что будем делать дальше, друзья? Я вам все расскажу. Овощи это уже все. Пусть это все варится. Хорошо перемешиваем. Наша смесь проварилась. Все свое положенное время. Посмотрите, какая она густая, хорошая овощная смесь. Сейчас мы должны посолить. И сюда я высыплю 3 ложки соли. 3 ложки столовых соли. Высыпаем. Также я сюда высыпаю 2 ложки сахара. У нас здесь бурбуля от крышечки варятся, так что тоже на готове уже. 2 ложки сахара. Выливаем подсолнечного масла. У меня стакан граненый получается. Без запаха я масло лью. Полный стакан вылила. Ну, еще грамм 50. В общем, 300 грамм масла подсолнечного, растительного, оливкового. Кто какое пожелает. Хорошо все перемешиваем. Можно так и оставить. Не заливать уксус. Но я 9% уксус сюда добавлю. Посмотрите, какой красивый цвет, да? И чтобы он сохранился, я сюда добавлю 9% уксус. Уксуса я добавляю полстакана. Вот 125 грамм. Сейчас это все покипит в течение 5 минут. И будем раскладывать по баночкам. Крышки уже готовы. Я сейчас их выключаю, вытаскиваю. Закладываем в баночки. И зимой будем лодори гонять. Будет у нас все готово. Вы даже вот это можете на вкус попробовать. Если вам чего-то не хватает, можете добавить соли или сахару. Я не снимаю с огня. Оно продолжает потихонечку кипеть. И все. Я его раскладываю по баночкам. Баночки стерилизованные, подготовленные. Размешивайте, Чтобы у вас было все равномерно в баночках. Какой аромат. А какой получился вкус. Шикарный. Накладываем в баночки. У меня получилось 16 пол-литровых баночек. Накрываем стерилизованными крышками. И закатываем. Все-все. Кастрюля пустая. Как раз по этим замерам, которые я делала. Получается 8 литров вкуснятины. Так что давайте будем это закатывать. Переворачивать на крышечки. Будем работать. Закрыла я все баночки. Они очень горячие. И сейчас мы их укрываем. Тепленьким укрываем. Показываю вам все подробно. И все это будет стоять до полного остывания. Вот такие баночки хорошие. Друзья, делайте свои заготовки. Это очень выгодно. Во-первых, сейчас овощи дешевые и на рынках. Но у нас они... Выращиваем мы их сами. Но они плохо хранятся зимой. То сгниют, то съедят мыши. Поэтому мы делаем заготовочки. И все у нас хорошо. Вам, друзья, спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Я вам благодарна, что вы меня смотрите. Подписывайтесь. Заготовки продолжаются. А вам всем мира, здоровья и добра. Субтитры сделал DimaTorzok